Итоги социально-экономического развития Чувашии за первый квартал подвели на заседании правительства. Министр экономического развития республики отметил, в целом ситуация стабильная, однако некоторые моменты требуют повышенного внимания. Индекс промышленного производства в первом квартале около 83%. На общий показатель повлияло сокращение объемов обрабатывающих производств. Они вызваны внешними факторами. Это и снижение спроса на внутреннем рынке. В частности, этот фактор повлиял на динамику производства на таких предприятиях, как промтрактор, агрегатный завод, промтрактор промлин, промтрактор вагон. Повышение конкуренции, то есть эти факторы повлияли главным образом на предприятия химической отрасли. Увеличение сроков изготовления заказов продукции, длительный технологический цикл, а также отсутствие платежеспособного спроса со стороны потребителей, сказалось на индексе производства электротехнической сферы. Снижение производства наблюдается практически во всех подвидах экономической деятельности, хотя ситуация здесь неравномерная. Ряд предприятий заметно выделяются на общем фоне благодаря росту показателей. Швейная фабрика «Пеге», фирма «Август», «Экро», «ПО Чапаева» и, что особенно приятно, чулочно-трикотажная фабрика. Текстильное и швейное производство вообще среди лидеров по количеству прибыльных предприятий. Кроме того, в первом квартале отмечен рост сельскохозяйственного производства, водожилья, товарооборота и заработной платы. Средний ее показатель составит 17 314 рублей. Это на 12% выше прошлогоднего периода. Интересная ситуация в предпринимательстве. При общем сокращении количества субъектов наблюдается увеличение объемов производства на малых и средних предприятиях. Глава Минэка пояснил, в свете изменений законодательства стало невыгодно иметь патенты на индивидуальную деятельность. Проще вновь стать наемными работниками. Глава Чувашии поручил руководителям ведомств внимательно изучить причины снижения объемов производства и вместе с руководителями предприятий определить пути выхода из ситуации. Там есть объективные факторы, мы тоже это знаем. Но есть субъективные факторы или прогнозы там неверные. В целом же экономическая ситуация в республике остается стабильной, о чем свидетельствуют и другие показатели, в частности, собираемость налогов. Мы бюджет республиканский исполнили с плюсом на 298 миллионов, по местным бюджетам с плюсом на 79 миллионов. По всем видам налогов у нас темпы роста от уровня предыдущего года с плюсом. Кроме того, члены правительства обсудили, как предоставляются земельные участки многодетным семьям. Несколько муниципалитетов в столице и Чебоксарский район Новочебоксарск-Шумерле испытывают острую нехватку свободных земель. Глава Чувашии заметил, это не причина для невыполнения законодательства. Необходимо искать подходящие варианты в других муниципалитетах. Повышать привлекательность земельных участков за счет инфраструктуры. Кстати, опыт Чувашии по освобождению многодетных семей, получивших участки от уплаты земельного налога на три года, специальная окружная комиссия признала успешным.